Детерминизм В общем, на самом деле У него достаточно неплохо прописаны персонажи Но сам сюжет Он вызывает просто недоумение Мы пройдемся По отдельным персонажам И их арка И охаркам Аркам Начинаем с главного персонажа Олег В принципе, ничего плохого не могу сказать Про него как персонажа У него там есть некоторые задвиги непонятные А, спойлеры будут Будут спойлеры Я не делаю обзоры без спойлеров Но спойлеров будет не очень много Хотя хрен его знает, как получится Короче Олег, он, в общем, как бы умный человек Но там есть один момент Который, ну Это просто сюжетная дыра На самом деле Она настолько Выбивается из общей канвы Что, ну Как так? Какого хрена? Значит, я говорю про момент Когда Вера Ему Говорит Что, типа Ой, а я от тебя беременную И он такой А, ну ладно И он, типа Во-первых, он знает, что Вера Не очень порядочная девушка Во-вторых Собственно говоря Даже если бы он этого не знал Он все равно Критически относится К тому, что Ну, то есть К тому, что люди ему говорят И тут он такой Окей Я тебе верю Все нормально Все Да Да, ты беременна Вот как это объяснится Окей Дальше Ну, все остальное Более-менее Гладко ложится Да То есть Никаких претензий нет Дальше Вера Вера тоже достаточно Гладкий персонаж Да, там Типа такая Заблудшая душа Ты, которая мечтает О высокой жизни На самом деле Она деревня Там Ну Вроде менее Более-менее Ничего Все так нормально Ну Персонаж Как персонаж Дальше Кира Тоже достаточно Хороший персонаж Тоже не было Никаких Этих самых Вроде все Достаточно гладко Да, просто Вообще Отношения ее С Олегом Они очень странные Потому что Ну, как бы Она же психолог И он тоже психолог И они как бы Должны знать Что, ну Эта вот Сепарация Она как бы Должна произойти Да Но все равно Они себя оба ведут Так, как будто Знать не знают Что такое ситуация Окей, дальше Николай Степанович Ладно Похер на все На это Короче Одна из главных проблем Этого сериала То, что он не закончен Ну, то есть Как бы У нас главный герой Убирает в конце Но при этом Он типа Все остальные Сюжетные линии Они Типа А заканчивать Это кто будет Да Я уж не говорю О том, что Ну, то есть Дыры сюжетные Тоже в присутствии Значит Говорю я В частности Про Значит Единственные сюжетные линии Которые у нас закрыты Это вот Главные персонажи Да То есть Олег Вера Кира И Николай Степанович Который идет Вместе с Кирой Тут Все достаточно Нормально Да Значит Марину Тоже мы закрыли Потому что Она умерла Да Значит Все остальные Побочные персонажи Они Ну В воздухе остаются Ну кроме вот этого Игоря Игорь Закрытый персонаж Все остальные Вопрос То есть Смотрите Пара Артем Саша То есть Они вроде как бы Дошли до Катарсиса Да То есть Как бы Он ей признался Что Но при этом Непонятно То есть Она как бы Послала его Но при этом Они все равно Возвращаются Домой вместе Вопрос А что дальше То Где концовка Нету концовки Дальше Лена Тоже Совершенно Непонятный Персонаж То есть Он Во-первых Ну то есть Он появляется Как-то Спородически То есть На пару минут В каждом эпизоде И Непонятно Зачем он там Появляется Вообще Зачем он нужен В этом сериале То есть Она просто Ну то есть Не имеет Никакого смысла Просто То есть Единственное Что Ну то есть Я так понимаю Ее ввели Типа для того Чтобы Напоминать Олегу О том Что Вот Жена Потеряла Ребенка Все Просто Достаточно Странный Персонаж То есть Вообще Ну Там В основном Вопрос С Юлей Ну ладно Костя К Юле Мы вернемся Еще А Костя Сам по себе Тоже Странный Персонаж То есть Он типа Как бы Давайте Вначале Юле Поговорим Давайте Поговорим О Юле Потому что Без Юли Тут вообще Ну то есть Говорить о Косте Невозможно То есть Юля по сути Главный персонаж А Коля Так вот К нее вертится Хотя Костя Хотя казалось бы Да то есть Так не должно быть Вот Потому что Юля Она Меньше Экранного времени Занимает Чем он Вот Но У Юли Персонаж Больше прописан Потому что Ну Костя Он сам по себе У нее нету Персонажа Он по сути Типа Я художник Все Я бедный Художник Скульптор Во-первых Возникает вопрос Какого черта Вера к нему ушла То есть Мы помним Да то есть Она была Жената на Стасе Стас он Очень богатый человек И у нее Как бы Все было хорошо И по сюжету Как бы Она Его бросила Чтобы жить С Костей Который Ну то есть Он по сути Бедный студент То есть Он нихера не делает Буквально Ну то есть Как бы Он лепит там Свою скульптуру И все Денег он никаких Не получает Живет он В какой-то Коммуналке Зачем она Это сделала Она же У нас Типа Светская львица У нее Главная Сюжетная Ну Главная Черта Ее персонажа Это то что Она Хочет лучшей жизни Себе Нахер Она пошла Жить С художником Соответственно Дальше Возникает Юля И Сюжетная Ветка Юли Это вообще Просто Такой взрыв Мозга То есть Она там Изначально Появляется Типа как Веганша Саморазвитие Там и все В этом духе И Типа Ее сюжетная Линия Что она Как бы Отбивает Костю У Веры А потом Выясняется Что она На самом деле Не веган Почему То есть Они Как бы Нам Пытаются Внушить Создатели Сериала Что Юля Как бы Строит Из себя Вегана Для того Чтобы Костя В нее Влюбился Вопрос Нахер Он ей Нужен То есть Серьезно То есть Как бы Вот Она Создает Какой-то Образ Для того Чтобы Костя Ну то есть Быть Костей То есть Если Она Его Любит То Нахер Так Делать Если Она Его Не Любит И Ну то есть Как бы У нее Есть Какие-то Там Коварные Мотивы То Какие Нахер Мотивы У нее Могут Быть Если Костя Никто По сути То есть То есть Как бы Если Они Нам Пытаются Нам Подставить Юлю Как Более Молодую Вершию Веры То Это Не Работает Потому Что Костя Никто Нахер Юля Ему Врет То То есть Юля Вообще Просто Странный Персонаж В таком Ключе Получается Я понимаю Если бы Она Была Настоящей То есть Если бы Она Действительно Была Веганшей Саморазвитие Мантры Йога Все Такое Это Бы Работало Но Вот Эт Ревил Типа Что Она На самом Деле Жрет Сосиски Какого Хрена Она Жрет Сосиски Нахер Ну Потому Что Ну То есть Как бы Если Она Жрет Сосиски Ее Персонаж Он Вообще Негун Нет Не Может Быть Такого Персонажа Нет Таких Людей У Него Мотива Нету Просто Этого Делать Вообще Никакого Как То Так Короче На Сегодня Все Детермина Свобода Увидимся